Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о плагине Face Refinement в DaVinci Resolve Studio. И самое главное, я расскажу об одном крутом лайфхаке, который можно использовать вместе с этим плагином. Итак, добавим еще одну ноду. Нажимаем Alt-S. Пишем в строке поиска Face, перетаскиваем его на ноду. Нажимаем на кнопку Analyze. И здесь происходит магия. Плагин автоматически находит на экране лицо, причем он может найти даже несколько лиц, и создает для этого лица маску с помощью планар-трекера. Все, после того, как анализ завершен, вы получаете готовую маску, которой можете применять встроенные в плагин эффекты. Чтобы отключить вот эту зеленую маску, можно нажать галочку Show Overlay. Здесь огромное количество настроек для грейдинга и улучшения цвета лица. Например, вы можете сделать кожу мягче. Вот так лицо выглядит до использования плагина, вот так после. Также вы можете сделать подстройку по цветам, по насыщенности, по цветовой температуре и так далее. Также отдельная корректировка есть для глаз. Например, вы можете убрать тени под глазами. Сделать глаза немножко ярче. Отдельно есть настройки для корректировки губ, щек, лба и подбородка. Очень гибкий плагин, который позволяет за считанные минуты сделать бьюти, цветокоррекцию, смягчить кожу и так далее. При этом все это с помощью трекинга автоматически следует за лицом. Вот я отключаю плагин и включаю. Также вы можете управлять параметрами маски. Для этого открываете вкладку маска, нажимаете Show Mask. Здесь можно подстроить ее размер, мягкость, а также если какие-то, вот например, видите, здесь дырочка такая. Вы можете с помощью параметра Refine Mask убрать это. А теперь, собственно, про самый лайфхак. Вы можете использовать эту маску в других эффектах. Причем эта возможность не очевидна, и о ней мало кто знает. Чтобы провернуть этот трюк, создаем еще одну слоевую ноду. Нажимаем Alt-L. Копируем в нее этот же эффект. Нажимаем Ctrl-C. Ctrl-V. Добавляем еще одну серийную ноду и убираем Channel Mixer, он здесь не нужен. Подключаем вот эту верхнюю ноду напрямую ко входу следующей ноды. А выход нижней ноды подключаем ко входу маски. Заходим в параметры нижней ноды. И включаем здесь галочку Show Mask. Теперь у вас вот этот нижний слой передает сюда в виде альфа-канала маску. И вот к этой ноде вы можете применить любой эффект. Например, давайте сделаем из этой прекрасной девушки подружку Джокера. Берем плагин Pencil Sketch. Закидываем его в эту ноду. Опа! Подстроим немножко настройки. И вот так. Также можно параметром Blend менять полностью прозрачность всего эффекта. И вот вы получаете буквально за несколько секунд очень интересный, необычный эффект. Если вы не используете плагин Face Refinement для вот этой задачи, вы можете из верхней ноды его удалить. Нажав правой кнопкой Remove OFX Plugin. Тем самым вы будете использовать только маску от этого плагина для последующего эффекта. В данном случае, видите, я удаляю этот плагин. Появляются неровности опять на коже. И это продает еще большего реализма вот этому нашему компьютерному гриму. Здесь пространство для творчества безграничное. Например, можно сделать размытие лица квадратиками с помощью этой маски. Удаляем этот плагин. Правой кнопкой Remove OFX. И добавляем плагин Mosaic Blur. И вот у вас готовый эффект скрытия лица. При этом остаются губы, глаза нетронутыми, что создает такой интересный эффект. Вот так просто и быстро можно делать ретушь лица в DaVinci Resolve, а также использовать маску из плагина Face Refinement для других плагинов. Это могут быть как встроенные плагины в DaVinci Resolve, так и любые OFX плагины, которые вы используете. Если это видео вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайк. Также, если есть возможность, можете поддержать мой канал рублем на сайте Patreon. С вами был Санчес и канал TimesSaver. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!